Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайв. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Лены во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. И активнее жмите на лайки, пожалуйста, потому как говорят, что лайки продвигают видео. Ну а мы переходим ко влогу канала Лена Лайв. Лена дома, лежит на диване, смотрит модный приговор. Говорит как-то странно, людей преображают. По мнению Лены, люди были одеты лучше до того, как они напали на влог на приговор, чем после него. Это всё к тому, что вы говорите мне, а так стилисту, а посмотрите, что делают стилисты. Они, мол, не могут подобрать нужный образ. Ну, что сказать? Стилист стилисту рознь. И я так думаю, что всё-таки, если даже самый малоопытный стилист будет работать с Леной над её образом, он всё равно улучшит внешний вид Лены. Он подберёт ей правильную длину, нужную длину её верхней одежды. Он посоветует ей, что сделать с её прической. Он посмотрит, какую расцветку ей лучше подбирать, так, чтобы скрыть недостатки её фигуры. Я имею в виду расцветку платьев каких-нибудь или там блузок и прочего. Всё-таки Лена – это непаханное поле для стилиста. Так что зря Лена так говорит. Надо, конечно, попробовать сходить к стилистам. Я понимаю, что это не дешёвые мероприятия. И я так думаю, что всё-таки Лена очень хотела бы, чтобы это всё было дешёвым. А ещё лучше, чтобы это была бы какая-то реклама. То есть я пришла к вам, вы мне всё это подбираете бесплатно, а я в свою очередь рекламирую таким образом ваши услуги и ваш салон. Почему я так думаю? Потому как Лена написала то ли в 10, то ли в 12 отелей в Сочи. Или в санатории в 10-12 с тем, чтобы прорекламировать эти самые отели, ну или санатории. Говорит Лена, только вот номера покажите, точнее дайте мне человека, который будет показывать эти номера. Я буду проходить с камеры, рассказывать тоже. И покажу ваши отели и с лучшей стороны и так далее. Говорит, вот никому не нужна реклама бесплатная. Но никто не хочет соглашаться на рекламу, которую будет делать Лена этим самым отелем. Так что я думаю, и стилист тоже не согласится работать, так сказать, за рекламу. Так что да, желание Лены вряд ли сбудется. Придется все-таки раскошелиться и нанять стилиста. С одной стороны. Ну а с другой стороны, Лена говорит, она уже кое-что сама поняла. Она смотрелась на этого модного приговора и поняла, что ей надо. Но так она нам и не сообщила, что же надо. Потому как у нее мысли одна другую обгоняли в ее голове. И она не успевала донести до нас одну свою мысль. Как следующая мысль уже бежала впереди первая эта самая. И такой вот кавардак в голове у Лены этих мыслей был. Эскадрон ее мыслей шельных. Ну по-другому никак не сказать. Что там Лена для себя подчеркнула в том модном приговоре. Что она поняла, что это лучше для ее фигуры. Это так и осталось для нас тайной. Но посмотрим, как Лена будет дальше одеваться. Какой лук, так сказать, она себе подберет. Посмотрим все это. Лена ведь что-то все-таки решила для себя. Какие-то выводы все-таки она сделала. Но это, согласитесь, неплохо. Пригласила их Наташа к себе в гости. Были они у Наташи. Пригласила их на игры настольные. Но и что-то как-то не получилось у них поиграть в эти настольные игры. Говорит Лена, конечно, они там снова ели и снова пили. Но новогодние праздники они такие. Очень понравилось Лене, как Наташа накрыла на стол. И у нее там были какие-то то ли тевтельки, то ли что-то вроде того. И настолько понравились, что даже Лена совершила очередной кулинарный подвиг. Пришла домой и приготовила точно такие же тевтельки. Правда, нам их не показали. Уж не знаю, почему нам их не показали. То ли потому, как они были не такого вида, как у Наташи. То ли их, в принципе, не было. Но Лене надо было хоть что-то сказать для контента. А еще Лена и гречку с грибами приготовила. Но тоже нам это все никто не показал. Так что теперь вот мы можем только догадываться. А был ли мальчик, хотела сказать. Но нет, а была ли гречка? А были ли эти самые тевтельки? А у Лены операция-кооперация. Думаю, что уже случилось у Лены? Что произошло? Что прям вот, что серьезно, да? Но нет. У Лены просто тушь закатилась под диван. И теперь как-то вот надо эту тушь оттуда достать. Вот и вся операция-кооперация. А знаете ли, Лена, на самом деле, что такое кооперация? Почему она так называет процесс извлечения туши из-под дивана так странно? Да, был фильм, по-моему, с похожим названием очень давно. Но вряд ли там речь шла о том, как правильно достать тушь из-под дивана. И почему именно сейчас Лена задалась этим вопросом, я, конечно, не знаю. Говорит, тушь у нее там очень давно уже за диваном. Кстати говоря о туши, Лена нам рассказала, что не всякая тушь хороша, да. Есть такая тушь, которая царапает глаза. Думаю, ну это как? Потом выяснилось, что все-таки речь шла о щёточках. Не всякие щёточки хороши, силиконовые, не силиконовые. В общем, да. Лене говорить было особо не о чем, поэтому она говорила вот действительно как о кын. Что вижу, то пою. Попался ей на глаза ее органайзер-косметичка, да, вот этот огромный. Она говорит про тушь. И увидела она что-то по телевизору. Она говорит про эту передачу, которую она увидела по телевизору. Кстати говоря, Лена смотрит очень много фильмов всяких разных. И на все серверы, как выразилось, Лена потом говорит, о нет, сервисы. Ну, конечно, сервисы, Лена. Она подписана и достаточно дорого. Это все вроде как сначала недорого, а потом, когда Лена понимает, что на многие сервисы, она подписана и к определенному моменту надо все это дело оплатить. И понимаете, наша сумма такая внушительная получается, итоговая. Уже как-то не особо ее радуют те фильмы, которые она смотрела. Ну что ж, Лена, за все, конечно же, надо платить. А как ты хотела? Посмотреть фильм или любую какую-то другую передачу и не заплатить? Ну, нет, не зря же эти сервисы существуют, правда? Им тоже надо на что-то жить. И раз ты подписываешься на это дело, значит, ты должна рассчитывать на свои финансовые какие-то возможности. Ты должна понимать, сможешь ты в итоге оплатить эти все услуги или нет. Если нет, то для чего тогда подписываться? Для того, чтобы потом ныть и говорить, ой, как все дорого. Как по мне, так это очень странно, такое вот поведение, да? Решила Лена приготовить завтрак, мажет она бутерброды, поверх кладет она красную рыбку. И вот в процессе приготовления этих самых бутербродов, говорит она, вот видите, у меня масленки нет. И Андрей говорил, надо, мол, как-то вот более-менее культурно себя вести. Им нужна масленка обязательно. Ой, ну а что Лена? Лена сказала, что у нее целых три масленки. И ни одна из них Лену не устраивает. И обязательно надо было приплести Андрея. Понятное дело, Андрей-то вечно прячет посуду. Но, видимо, Андрей нашел в тех залежах посуды какую-то масленку. Вот. И, конечно, Лене несу руки каждый раз мыть эту самую масленку. Ну, действительно. За масленкой, ну и, в принципе, как за любой другой посудой, надо ухаживать. Мыть, вытирать, ну и так далее. Ну, не мне вам это рассказывать. А Лена, она идет по пути наименьшего сопротивления. Если можно без какой-либо посуды обойтись, Лена с удовольствием обойдется. Ну, действительно. Раскрыл эту пачку масла, намазал бутерброды. Опять в эту самую бумагу завернул этот самый кусок масла. И в холодильник положил. Все, вся любовь. И масленку мыть не надо. Вот такой лайфхак от Лены. Могу еще предложить Лене с той же целью, да. Чтобы не мыть ничего, не убирать за собой одноразовые тарелки. Лена, это на фотках. Скатерти одноразовые для столов. Ну, в принципе, да. Можно все брать одноразово. И тогда вообще ничего мыть не надо. Все собрал да выкинул. Красота. Правда, потом вот Лена поймет, что это очень дорого. Вначале вроде как не особо дорого будет ей казаться, да. А потом, когда она посчитает все свои растраты за месяц, к примеру, на эту всю одноразовую посуду и прочее все одноразовое. Думаю, что Лена скажет, нет-нет. Уж лучше я буду мыть посуду. И все-таки буду пользоваться этой самой масленкой. Хотела Лена вместе с Ваней отправиться кататься на ватрушках. Вроде как все бесплатно. Но за прокат ватрушек надо будет заплатить. Ну, понятное дело. И я подумала, неужели, если бы Морозы были не такими сильными, пошла бы Лена вместе с Ваней кататься на этих ватрушках. Я бы представила себе эту картину. И прокат ватрушек, это значит, что вы несете ответственность за использование этой ватрушки. А учитывая немалые габариты Вани и Лены, то я боюсь, что, да, не досчитался бы прокат в итоге двух ватрушек. Потому как, да, ватрушки лопнули бы обе. Что под Ваней, что под Леной. И пришлось бы Лене оплачивать полную стоимость этих самых ватрушек. Так что очень хорошо, что они не пошли кататься на этих тюбах. Это просто замечательно. Бюджет семьи остался более-менее в целости и сохранности. Смотрю, мама пришла к Лене в гости. Мама, Оксана. Оксана примеряет то, что ей прислал Василек. И танцует, пляшет. Говорит, как здорово. Какие вещи хорошие. И в Инстаграме она прям вот была счастлива. В своем Инстаграме, забегая вперед, могу сказать. Вот, говорит, я уже прям представляю, как я в отпуске в этих всех туничках выгляжу. Они такие хорошие, они такие легкие, они такие красивые, они такие удобные и так далее, и так далее. В общем, в отпуск только в этих туничках я еду. Ну и так далее. Тут что она говорит? Она уже складывает эти все тунички, все это. После того, как она показала нам их во всей своей красе. И говорит, в принципе, все равно, в чем лететь и в чем там ходить. Вот такое вот двуличие. Да, Оксана плюс ко всему еще и двуличная. Чемодан Лена уже собрала свой, да, рассказывает, уже чемодан собран. Вылетают они совсем скоро с мамой в Сочи. Недовольна Лена авиакомпанией. Что-то у нее пошло не так при онлайн-бронировании мест. Оказалось, что отель, который Лена выбрала, точнее санаторий, который Лена выбрала, там нет Wi-Fi, Wi-Fi только на ресепшене. Ей, как блогеру, это не совсем удобно. Но Лена нашла для себя выход. Говорит, я буду читать книги. Думаю, боже, хорошо, что я сижу. Если бы я стояла, когда это услышала, я, наверное, грохнула в обморок. Лена будет книги читать? Ой, с трудом я в это верю. Она стала перечислять авторов своих любимых. Среди них Пелевин оказался. Думаю, боже, Лена, что случилось? Ты знаешь подобных авторов? И ты читать будешь книги? Но Лена уже узнала, что там есть библиотека, и она обязательно эту библиотеку посетит. И так как интернета нет, по большому счёту, то Лена будет весь отпуск читать. Такой книга, чей Лена. И она вспомнила о том, как она много читала, когда она жила в Ахе. И вообще читать это классно. Ну, посмотрим, конечно, да. Очень интересно будет, насколько пополнится багаж знаний Лены. Ну, а тут багаж, который она с собой собирается взять, уже пополнится. Она его собрала, говорит, да, всё, как всегда беру с собой. Ну, там, наверное, и косметичка, и, наверное, там какая-то такая вот швейная коробочка небольшая, да, которую ты не пользуешься, но которую справа с собой всегда берёшь. И розетки ты все берёшь с собой, как ты сказала, да. И вообще у тебя куча чемоданов есть, и все эти чемоданы на балконе, и они как раскладушки. Думаю, а это как? Думаю, что-то Лена снова не так говорит. А потом Лена пояснила, говорит, чемодан укладывается в чемодан один, в другой укладываются, и получаются чемоданы на раскладушке. Говорю, это же матрёшки, принцип матрёшки, а не раскладушки. Ну, для Лены что матрёшка, что раскладушка, всё одно, как в том фильме сказки. Что воля, что неволя, всё одно. Ну, предлагала Лена маме кофе выпить, мама отказалась, говорит, кофе ей нельзя. Ну, думаю, почему же ты чаю не предложишь маме? Ну, на самом деле, в конце концов, какой-нибудь сок можно предложить, компот какой-то можно предложить. Ну, мало ли что можно предложить вместо кофе. Нет, Лена ничего не предложила маме, ну, что сказать. Им как-то надо будет ещё сосуществовать целых 16 дней вместе в этом самом санатории. И, кстати говоря, Оксана, любимая сестричка, очень внимательная, очень классная, замечательная сестричка. Вы представляете, она не знала, что её сестричка Леночка летит целых 16 дней в Сочи. Вот она просто не представляла. Для Оксаны это было какое-то откровение, когда Лена так вскользь заметила, ну, что, мол, у нас не будет 16 дней. Вы представляете, Оксана так, ого, думаю, так вы между собой вообще не разговариваете. Ладно, Лена с Оксаной, возможно, не говорили на эту тему, хотя странно это всё очень. Но Оксана и мама, они достаточно неплохо ладят между собой, да? Находят общий язык и гуляют они вечерами, этих уточек корня. Но о чём-то-то они разговаривают. Я почему-то была уверена, что Оксана знает, на какое количество дней мама улетает в Сочи вместе с Леной. Но вот видите, видимо, об этом они как раз и не поговорили. Ну, а дальше Лена заявила, что приняла волевое решение и будет отращивать корни. Да, речь идёт о корнях волос. Вот специально возьмёт и будет отращивать корни. Без её решения корни просто не росли бы. Ну, никак волосы не росли и не отращивались бы эти самые корни. А так Лена молодец, приняла волевое решение, теперь корни у неё будут отращиваться. Ой, Лена как что-то скажет. Хотя после её фразы, что, мол, надо деньги пополнить на счету, я уже ничему не удивляюсь. Ну, и после того, что надо все розетки с собой забрать в отпуск, ну и так далее, и так далее. А ещё Лене очень запомнилось в памяти. Да, ещё это Лена выдала очередной первым. Ей очень запомнилось в памяти то, как она была в санатории в городе Нальчик. Ездила только она, мама и папа. Оксана, так как она постарше, она, мол, уже работала. Лене было 14, ну, у них разница лет 5-6. Хорошо, Оксане было лет 19-20. Ну, мол, Оксана уже работала. То есть, Оксана, в принципе, нигде никогда не училась. Хотя нам, сёстры, упорно доказывают, что у обеих есть хотя бы среднее специальное образование. Но нет, Оксана уже работала, она уже была на самообеспечении, я так понимаю, и ей отпуск не давали, поэтому она с ними не поехала в санаторий. И вот Лена увидела впервые в жизни дождь стеной. Говорит, такой ливень шёл вот, что прям было ощущение кислорода. Вы-то понимаете Лену, как хотите. В общем, да, Лена нас не устает радовать самыми перлами. Говорит, ещё будет одно видео из аэропорта. Ну, и, в принципе, всё. Потом, говорит, видео прекратятся, потому как, как Лена нам говорила ранее, Wi-Fi в этом самом санатории нет. Так что у нас будет такой мини-отпуск, что ли, да, от влогов Лены. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok